МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талшин Шекардхансер для переводов Жанарки Шкентаева. Для начала, коротко, главным. Продолжается текущий ремонт дорог с семьи, а сейчас грядировка и посыпка песчано-гравийной смесью охвачены как центральные, так и окраинные улицы города. В рамках Всемирного дня архитектуры обладатели этой сферы инициировали встречу с акимом города Бахачаном Баяхметовым, где представили экземпляры планируемых проектов. В Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции обнаружили 11 мобильных телефонов, похищенных в торговых киосках. В Усть-Каменогорске открылся аэропорт, в котором была проведена масштабная реконструкция. По данным областного информационного центра, аэропорт Усть-Каменогорска, который был закрыт на протяжении последних пяти месяцев, начал свою работу с 1 октября. С утра из аэропорта уже вылетели самолеты в Алматы и Нур-Султан. Напомню, что в рамках госпрограммы Нур-Лжоу проведем капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Также проведены работы по удлинению и расширению полосы. Подрядчики полностью заменили и увеличили асфальтобетонное покрытие взлетно-посадочной полосы. Теперь ее длина составляет 2800 метров, а ширина 60 метров. Такие параметры позволяют принимать крупные международные рейсы. Немаловажным является и установка новой современной системы оборудования освещения взлетно-посадочной полосы. Отметим, что такие масштабные работы в воздушной гавани Усть-Каменогорске в последний раз были проведены в 1996 году. На данный момент продолжается текущий ремонт дорог Семея. Сейчас грядировка и посыпка песчаной гравиной смесью охвачены как центральные, так и окраинные улицы города. Каким Семея Бахачан Баяхметов, посетив улицы Посмакова, а также дороги в районе поселков Комсомольский и Шахтар, отметил, что в течение полутора месяцев данными видами работ будут охвачены 30 улиц города. В этом году помимо текущего и капитального ремонта улиц предусмотрена грядировка и посыпка дорог песчаной гравиной смесью. За полтора месяца данный вид работ запланировано провести на 30 улицах города. Всего грядировкой и посыпкой будет охвачено порядка 35 километров дорог. На данный момент работы ведутся в центральной части города по улице Посмакова. По словам градоначальника, выравнивание проезжей части с последующей укладкой крупного щебня является подготовительным этапом для последующего асфальтирования. На следующий год на улицах, где была проведена грядировка и посыпка щебнем, будет произведено асфальтирование. На данный момент грядировка запланирована на 30 городских улицах. В порядок таким образом будет приведено около 35 километров дорог. Наличие качественных дорог на окраинах Семея – актуальная проблема. Строительство новых требует времени и значительных средств. В связи с этим, одним из выходов из ситуации стало выравнивание дорог с их посыпкой крупным щебнем и песчаногравийной смесью. По сути, это станет фундаментом для новой дороги. Ожидается, что в следующем году объем работ будет увеличен вдвое. На следующий год мы должны сделать 74 улицы с охватом 65 километров дорог. Возможно, что этот объем еще будет увеличен. Кроме того, запланирован ремонт дорог к сельским населенным пунктам. Эти работы будут проводиться в рамках государственных программ при финансировании из областного и местного бюджетов. Вместе с тем, Бахчан Баяхметов отметил, что в связи с наступлением осенне-зимнего периода, проведение всех видов дорожных работ, в том числе по установке крышек колодцев по проспекту Ауэзова, необходимо ускорить и выполнить запланированный объем работ до выпадения обильных осадков. В рамках Всемирного дня архитектуры обладатели этой сферы инициировали встречу с Акимом города Бахчаном Баяхметовым, где представили экземпляры планируемых проектов. В ходе конференции были обсуждены проблемы архитектурного облика города, также оформления городских газонов и площадок малыми архитектурными формами. Бахчан Баяхметов отметил, что именно благодаря арт-объектам преображается облик улиц. Также, выслушав мнение архитекторов и скульпторов, Аким со своей стороны выразил готовность к оказанию поддержки. В завершение конференции гости решили отдать дань уважения заслуженным архитекторам города, одним из которых является Нурбулан Утепаев. Он был награжден нагрудным знаком и медалью за развитие города. Нам не надо искать со стороны людей специалистов более высокого уровня. Я думаю, здесь сидят те специалисты, которые работают и знают архитектуру не меньше, чем те специалисты, которые находятся, скажем, в нашем большом городе. И мне нужно вместе с вами, вашим мышлением и опытом работы и вашим видением выстроить в городе то, что бы вы хотели видеть и вместе со мной, с нашими жителями. Сегодня Аким города Бахаджан Баяхметов посидел в строительный колледж города. Побывав в учебном заведении, городоначальник осмотрел лабораторные кабинеты, ознакомился с методикой обучения. Здесь обучающиеся осваивают такие специальности, как сварщик, архитектор, мастер деревянного или мебельного производства. По словам руководителя вуза, в год учебное заведение готовит более 100 рабочих специалистов. Большая часть из них трудоустроенные. В процессе обучения предпочтение отдается получению студентами максимальных практических навыков. Аким города Бахаджан Баяхметов предложил студентам колледжа в течение недели разрабатывать проекты первых и вторых квартирных домов в рамках программы «Одноэтажный Восток». Как вы знаете, у нас в области в течение трех лет реализуют проект «Одноэтажный Восток». Предлагаю вам разработать проект двухквартирного дома общей площадью 140 квадратных метров. В течение одной недели жду от вас предложений. Жители многоэтажных домов, кооператива собственников, квартир Первомайская, 32А и Возрождение недовольны качеством обслуживания со стороны предприятия по сбору и утилизации мусора. По их словам, вывоз твердобытовых отходов осуществляется нерегулярно. При этом уборка накопившихся за пару недель куч мусора производится неаккуратно с причинением ущерба имуществу КСК. Подробности в следующем видеосюжете. Проблема уборки и вывоза твердобытовых отходов для города семей актуальна круглый год. Жители многоэтажных жилых домов и представители органов управления не перестают жаловаться на неудовлетворительное качество оказания услуг по вывозу мусора. К примеру, квартира владельцы домов, относящихся к КСК Первомайская, 32А, вот уже на протяжении двух лет недовольны обслуживанием предприятия, так как машины за мусором приезжают нерегулярно. Ну они приезжают очень редко и в договоре даже не указано, вот сколько раз в неделю они должны убирать. Это прямо вообще, а если бы они хотя бы через день убирали, у нас такой свалки не было. Как рассказала председатель КСК, пытаясь за один раз вывезти накопленный за недели бытовой мусор, машины и трактора предприятия работают неаккуратно. При погрузке большого количества мусора они повредили ограждение мусорной площадки, построенной на деньги членов жилищного кооператива. Эти ограждения мы в 2018 году сделали новые ограждения, вот еще вот остатки есть, вот это все оградили на дополнительные деньги жильцов. И благодаря семье Тазалых с нашего ограждения ничего не осталось, потому что они неделю не убирают, здесь образовывается большая свалка. Естественно, они приехали, контейнеров не видать, мусорки много, они приезжают тракторами, грузовыми машинами, с кучей работников, они все это трактором толкают и все-все это разломали. Ох, это же не только у нас, это по всему городу вот такое творится. Они накопят, вот здесь вот баки полные, вот здесь вот так все завалено, кучи лежат, они пригоняют трактора, машины. Я считаю, это большая затрата еще, чем они бы каждый день вывозили бы нормально, и все бы было в порядке. И никакой управы, люди жалуются. В КСК «Возрождение» входит 12 домов. По словам председателя кооператива, обслуживаются они также некачественно и нерегулярно. При вывозе бытовых отходов рабочие, как попало, грузят его в машины, из-за чего мусор разлетается по всей округе. Где Титова, там 116, 114, 118, 33, тоже наши дома, там постоянная свалка. Там все завалено, люди постоянно жалуются, машины приезжают, или КАМАЗ подъезжает, или ЗИЛ, потом начинают ковшом загружать это все. Все это разлетается к подъездам, к домам. Аналогичная проблема сложилась и в домах по улице Иртышская. К вывозу накопленного за несколько дней мусора, рабочие приступили прямо во время съемки нашего сюжета. Жители, устав жаловаться непосредственно руководству предприятия, вынуждены были обратиться в редакцию нашего телеканала. В свою очередь, директор ТО «Семей Тазалык» говорит, что само население также виновато в создавшейся ситуации, так как не вовремя оплачивает услуги по вывозу мусора. Кроме того, за счет квартирантов заметно увеличиваются объемы твердобытовых отходов, а оплата по факту идет за одного человека. Иртышская 17, в них узкие камеры, которые нужно отдельно вывозить в контейнеры. Только сегодня мне прислали фото, машины не смогли забрать с четвертого подъезда. Их долги превышают 400 тысяч. На Первомайской 32 у них 230 тысяч долгов. Мы сейчас бесплатно вывозим все. Скрывают долги, прячут людей, много живут квартирантов. Один человек прописан по документам, проживает 3-4 человека. Объем мусора увеличивается. На сегодняшний день услугодатель, обслуживающий вышеназванные адреса, предоставляет свои услуги большей части многоэтажных домов города «Семей». Пользуясь терпением жителей, предприятие продолжает халатно относиться к своим непосредственным обязанностям, вывозя мусор по удобному для него графику. Вместе с тем терпение абонентов уже заканчивается, и многие из них считают, что настала пора навести порядок в сфере вывоза и утилизации твердобытовых отходов. Самат Сикенов, Айнур Касым, Ельжан Макзумов, телеканал «Семей». В университете Алихана Букихана открылся Центр аномастических научных исследований. Научный центр всесторонне изучает топономику региона и создает условия для проведения студентами научно-исследовательских работ. На сегодняшний день в Центре собраны результаты нескольких научных проектов, реализованных учеными университета. Стоит отметить, что уникальный центр открылся при непосредственной поддержке ректора университета Ширын Курманбаевой. В официальном открытии центра, где собраны результаты аномастических исследований, приняли участие ректор вуза Ширын Курманбаева, языковеды и молодые ученые. Ранее группа ученых университета Алихана Букиханова осуществляла аномастические научные проекты, связанные с названием земель и водоемов нашего региона. В частности, в 2017-2020 годах был реализован специальный проект на основе топонимических названий Тарбогатайского, Айагоского и Урджарского районов. В этом году проведены исследования по Катон-Карагайскому, Алтайскому и Глубоковскому районам. По словам доктора филологических наук Шинар Сеитовой, этот центр открывает перед молодежью много возможностей. Все это делается для сегодняшней молодежи, для тех, кто понимает, что такое страна, что такое родная земля. Здесь столько много материала, столько печатных листов. Есть опубликованные, есть те, которые еще не вышли. Кроме того, у нас есть альбомы. То есть в нашем центре студенты и магистранты университета могут подготовить дипломную работу или тему, связанную с аномастикой, развить ее и, внедрив необходимые данные, разработать научный проект. Перед открывшимся центром стоит множество задач. В первую очередь предусмотрено всестороннее изучение топонимики региона, реализация научных проектов, а также выпуск научных трудов и словарей. В рамках проделанной работы в книгу вошло 8 тысяч наименований земель и водоемов. Ознакомился с книгой по названиям «Земель Айегосского района и Тарбогатайского районов». В основе этой книги лежит большой поиск и упорный труд. 8 тысяч наименований земель – это мировоззрение и философия наших предков. Ведь просто так наши предки не называли земли. Здесь магистранты и докторанты могут проводить исследовательские работы. Кроме того, двери центра открыты для студентов и школьников, желающих заняться изучением истории региона. Мы помогаем в проведении языковых исследований о древнетюркском периоде. Все, что нужно делать молодому поколению – это впитывать знания и изучать историю названий наших земель. Тем самым мы стремимся сформировать наш духовный код, нашу национальную идентичность. В дальнейшем усилиями молодых ученых аналогичные проекты будут реализованы и в других районах Восточного Казахстана. Сама Цикенов, Бердебек Карымбай, Акжигит Абзалбекулы, Айдос Айткалиев, Телеканал Семей. В Семее стартовал областной отборочный этап конкурса WorldSkills. В январе 2019 года на открытии Года молодежи и эльбасы Нурсултан Абешевич Назарбаев объявил о старте проекта «Жас Маман». В рамках данного проекта в нашем городе открыт Центр компетенции радиотехники, электроники и телекоммуникации. На стартовавшем в областном чемпионате 9 студентов из 5 профессиональных колледжей Восточного Казахстана соревнуются в компетенциях электроника и предпринимательский дизайн. Цель чемпионата WorldSkills – развитие профессиональных компетенций, а также повышение престижа рабочих специальностей и обучение высококвалифицированных кадров. В ходе чемпионата участники разрабатывают дизайн в зависимости от поставленной задачи, осуществляющей 3D-моделирование и программирование. Всего конкурс состоит из 30 компетенций, чемпионат продлится до 8 октября. В решающий день соревнований будут подсчитаны все заработанные очки и обозначены обладатели призовых мест. Отметим, что в конце октября в нашем городе пройдет республиканский чемпионат по компетенции кибербезопасность. Я хотел бы пожелать ребятам достойно выступить на данном чемпионате, показать хорошие результаты и чтобы в процессе конкурентной борьбы победил сильнейший. В конце октября пройдет национальный чемпионат в городе Астане. В нашем центре компетенций будет проводиться по кибербезопасности национальный чемпионат. И в 2022 году пройдет мировой чемпионат WorldSkills в городе Шанхай в Китае. Когда я стал задумываться о приобретении профессии, мой выбор практически сразу же пал на IT-сферу. Поскольку ни для кого не секрет, что сфера IT на данный момент постоянно развивается, охватывая все больше и больше областей человеческой жизни. Сегодня мы будем заниматься по большей части у нас прототипирование схем, сборка схем и затем программирование уже готовых модулей на микроконтроллерах. В Восточно-Казахстанской области сотрудники полиции обнаружили 11 мобильных телефонов, похищенных в торговых киосках. По информации Пресс-службы областного департамента полиции в целях реализации программы МВД по защите имущества в городах Усть-Каменогорске семи проведено мероприятие, направленное на пересечение реализации похищенных мобильных устройств. Оперативники посетили 42 точки по продаже использованных телефонов. В результате было проверено около 800 смартфонов, из которых 11 проходят по уголовным делам. Телефоны изъяты и приобщены к материальным досудебного расследования. Также сотрудниками полиции проведена разъяснительная работа с владельцами киосков и продавцами мобильных телефонов о том, что они могут быть привлечены к ответственности за приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем. В кабинете психолого-педагогической коррекции города семьи при поддержке фондов развития социальных проектов установлены тренажеры ГРОССа. Данный тренажер представляет собой новую возможность для работы с детьми с особыми потребностями. Подробнее в следующем видеосюжете. Тренажер ГРОСС – уникальное устройство, позволяющее самостоятельно передвигаться детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом году эти устройства устанавливаются в ряде мест страны при поддержке фондов развития социальных проектов. Специально к установке тренажера пришел его автор Йохан ГРОСС. Как работать с этим тренажером будут обучать специалистов консультировать родителей. В настоящее время эти тренажеры установлены в 20 психолого-педагогических кабинетах при поддержке частного благотворительного фонда в Казахстане. Теперь в этом году будет установлено еще 5 тренажеров. Там лизь может передвигаться, может вращаться. Что она делает? Она может предказировать любого ребенка, страховать от падения. Сегодня кабинет психолого-педагогической коррекции города семьи обслуживает 65 детей с особыми потребностями в возрасте от рождения до 18 лет. В дальнейшем установленный тренажер поможет детям развить правильные двигательные, слухоречивые и другие навыки за счет развития мелкой моторики, отмечают специалисты. Видим, что тренажер уникальный аппарат, так как он повышает возможность реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это помогает правильно отработать навыки ходьбы в вертикальном положении, балансирование, безопасное движение детей без посторонней помощи. Кроме того, когда развиваются двигательные навыки, у ребенка развиваются еще и интеллектуальные речеслуховые навыки. То есть мы видим, что это очень необходимый для нашей работы аппарат. Изобретатель не только научил работать с разработанными им тренажерами, но и ответил на важные вопросы родителей. По данным Казгидромета, с 5 по 7 октября на территории страны ожидается похолодание. В ближайшие три дня большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, что приведет к прекращению осадков и дальнейшему снижению температуры воздуха. А на востоке и в юго-восточных регионах страны погода будет зависеть от циклона, поэтому здесь в некоторых районах наблюдается дождь и снег. 6 октября в горных районах ожидаются сильные осадки. Вместе с осадками туман, гололед, метель. Ожидается, что на востоке республики температура воздуха снизится до минус 3-11 градусов. Это были все новости к этому часу. Наши другие новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok